Снег в полях под Мценском давно сошел, а ночные заморозки чуть было не сорвали веселье. Милую сердцу экстремалов грязь морозы превратили в твердое покрытие. Но орловские джиперы с природой вступили в спор, чтобы подарить любимым женщинам море грязи. Тем более, что лучший презент к 8 марта тот, что сделан своими руками. Мы сделали специальную петлю, где будет жидкая земля, где можно будет побуксовать, где можно найти какие-то трудности. Боевых подруг покорителей бездорожья трудности не испугали. Да, вам давно и хорошо известно, чем там в полях занимаются их мужья. В качестве полураскисшей жижи они научились разбираться не хуже мужей. Вот тут прямо сейчас начнем глимовать. И вон на три горки вообще засядем все. Это достаточно скоростная дисциплина, где нужно не только уметь водить, но и уметь чувствовать автомобиль, где нужно газу поддать, а где и наоборот в натяжечку пойти. Скоростную дисциплину для семи экипажей леди их мужья слегка отформатировали. Трассу проходят не гурьбой, а по одному, на время. Это чтоб потом не погрязнуть в ремонте. Этот красный гран-чуроки, к слову, и был всех быстрее. Чуть больше четырех минут за круг. Потерпевшие фиаско в уныние не впадали. Отправились играть слепых водителей. Подтихонь, вперед, вперед. Руль, вправо, вправо. Это состязание называется «Крейзи Штурман». Пилоту завязывают глаза, и он катает змейку по подсказкам штурмана, который идет рядом. Очень непривычно, потому что гидроусилителя нет, руки очень устают. У дам, прошедших школу слепого вождения, подоспевшие мужья изымали автомобили. Восьмое марта на этом заканчивалось, и начинались серьезные мужские покатушки. Впрочем, это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok